В Минап прогнозируют высокие цены на зерновые в течение 3-5 лет из-за российского вторжения. Из-за военного вторжения России в Украину высокие цены на зерновые будут держаться 3-5 лет. Это скажется на странах, импортирующих продовольствие. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на интервью министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского итальянскому интернет-изданию «Аднкранос». Война в Украине нарушила рыночный баланс, поэтому надо быть готовыми к тому, что цены на продовольствие будут расти. Это будет продолжаться, пока снова не восстановится нормальный баланс спроса и предложения. Сегодня предложение на мировых рынках зерна значительно упало. И не исключено, что высокие цены на зерновые будут сохраняться еще 3-5 лет, сказал он. Сольский отметил, что в Украине посевы уменьшатся на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Препятствия, вызванные военными действиями, могут привести к снижению качества посевов и урожайности с гектара. По предварительным данным, около 20-30% площади пахотных земель могут остаться незасеянными. Точная цифра будет известна в конце мая, когда посевная кампания завершится. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Пич.Кит, сообщил он. Что касается экспорта, то в этом году Украина должна была экспортировать 20 миллионов тонн пшеницы из прошлогоднего урожая на мировые рынки, но сделать это сложно. Поскольку морские порты заблокированы. В среднем в месяц мы экспортировать более 5 миллионов тонн зерновых. В марте – 1,4 миллиона тонн. Среди них 200 тысяч тонн продовольственной пшеницы. В ближайшее время сохраняется сложность экспорта, которая очевидно также скажется на странах, в которые должно было быть направлено зерно, добавил министр. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас. Читайте в текстовом онлайне РБК Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. РБК Украина РБК